всем привет дорогие друзья с вами я на канале алексей и сегодня к нам на анбоксинг попали очки виртуальной реальности компании ritec модель называется rime 3 давайте же откроем их и посмотрим что идет в комплекте итак вскрываем коробку и смотрим что же у нас идет в комплекте самое главное у нас сверху это собственно говоря сами очки ниже у нас инструкция больше в комплекте ничего нету в комплекте шел вот такой вот простенький мануал инструкция который рассказывает как правильно пользоваться очками как подключать как нет как не стоит делать в общем полезная штучка используйте обязательно ну а здесь у нас соответственно сами очки в матовом пакетике достаем и по ее я у нас оказывается здесь пакетики было что-то еще это у нас две прокладочки для того чтобы прижать телефон таки мы уже видели на модели шинекона здесь недостаточно обширный почему потом объясню пока что откладываем их в сторону также у нас идет комплект ремешков нет единой системы как всегда кожзам внутри тоненький слой поролона вообще почти что не ощутимый сверху слева и справа у нас резиновые ремешки регулируется так что здесь как всегда все одинаково крепление соответственно самих ремней слева справа и сверху верхняя часть у нас ходит соответственно позволяет даже на такую маленькую голову совершенно спокойно очки одеть сами прокладочки у нас из кожзама я так чувствую что они будут достаточно быстро прилипать кожа когда кожа будет потеть особенно на жаре но сама прокладка мягко поролона достаточно много сверху нас находится два маленьких ролика которые позволяют нам двигать линзы влево и вправо естественно регулируя межлинзовое пространство здесь больше ничего особенно ответить нельзя кроме того что щели достаточно много жарка таких очках точно не будет если повернуть очки переда мы увидим достаточно большое количество вентиляционных отверстий также у нас здесь плашка дополненной реальность которая достаточно трудно снимается здесь мы соответственно видим что у нас только с одной стороны располагается отверстие дополненной реальность но зато по всей высоте несомненно плюс сама плашка очень туго снимается и очень туго одевается обратно и это несомненная проблема потому что не каждый человек способен открыть такую плашку одевать ее обратно не будем смысла нет никакого, ну вы понимаете, о чем я говорю. А теперь давайте посмотрим, соответственно, на сам механизм крепления. Та-дам! А он у нас оказывается на присосках. Универсальная тема, несомненный лайк этим очкам за такой механизм крепления. Почему? Любой телефон, любых размеров, которые будут только не больше самого размера механизма очков, сюда влезет. Универсальная тема. Хоть маленький, хоть большой. Точно классная тема. Что здесь добавить? Добавлять нечего. Никаких сложностей нет. При собачке, на чистую сухую поверхность, бац, все готово. Вообще идеально. Ну и, соответственно, у нас есть полезное дополнение. Это две поролоновых вставочки, которые я показывал в начале, которые нужны, чтобы очки придавить получше из боков, чтобы телефон не елозил по углам, ну и не катался. Потому что все-таки это присоски, механизм твердого крепления. Внутри здесь ничего особенного нету. Переградительная плашка. Но есть, несомненная, одна штучка, которая просто вообще меня поразила. Тот, кто догадался это сделать, он гений. Вот здесь, снизу, вот такая вот кнопочка. Не знаю, насколько хорошо будет видно. Покажу крупным планом. Смотрите внимательно. Я ее надавливаю. Видите, пенек? Оп, оп, оп. Вот он. Вот он входит. Вот он входит, механизм. Это у нас стилус. То, что заменяет палец во время того, как вы используете очки. Вы используете очки, и вы не можете трогать дисплей экрана. Вы не можете нажать на паузу. Вы не можете воспроизвести видео, если оно вдруг у вас остановилось, или что-то такое. Но вы можете делать это в этих очках. Почему? Потому что здесь есть кнопка. Надавили, она надавила на экран, видео встало на паузу. Надавили, видео воспроизвелось еще раз. Вопросов никаких нету. Идеальная штука, несомненно, лайк. Ну вот, в принципе, и все. Больше в очках показывать нечего. Никаких люфтов, царапин, дефектов я не наблюдаю. Очки достаточно стильные, футуристично выглядят. Для молодежи, несомненно, пойдет. Ну а ваше мнение вы можете оставлять в комментариях под этим видео. Обязательно ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал. Ну а с вами был Алексей. И всем пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...